Вот демонстрация минимальной температуры, при том же самом системике, что я показывал. Видно, что винты уже лежат. Вот этот шнурок, который идет под крот. Там плохо видно, в тех роликах можно посмотреть. Вот у нас температура. Как видно, она равна одному градусу. Одному градусу Цельсия равен температуру процессора в режиме ожидания. Вот видно, что там процессор 2 ядра. Вот типу Z эта программка. Можно посмотреть. Мощность тут не указана в данном случае. Ну, в принципе, это не столь важно. Вот в работе, просто в режиме ожидания у нас 1 градус. Сейчас мы запустим тест, который у нас процессор разгоняет. Сразу скажу, что данная комплектация собрана, данный модуль поставлен не для того, чтобы разгонять этот компьютер. Он просто не разгонится. Просто материнская плата, которая тут установлена, нет даже такой функции разгона. Серверная материнка интеловская. Так. Сейчас найду, найду. Как видно, откликается вообще быстро. Единственное, тут установленная видеуха. Такая, что... Ну, мне пофигу, какая на этом компе видеуха. Главное, чтобы минимальное 3D поддерживал. Тут 8600, 256 мегабайт стоит. 128 бит. Урезанная авталла, поэтому тест будет чуть подольше. На данной видеухе хотел поставить тоже это охлаждение из модуля Пелье. Но радиатор не подтянул. Начинает перегреваться именно радиатор, так как они имеют маленькую площадь и, соответственно, никакую теплоотдачу. То есть на них он не подходит. Ну, мультимедийные приложения, которые идут на компьютере и работа с файлами, в данном случае заключается, совершается четко, без сбоев. Система работает стабильно. Повторюсь, модуль используется не для того, чтобы разогнать, а для того, чтобы охладить процессор, чтобы он просто не перегружался. Так, вот мы подгрузили. Погрузили это все дело. Сейчас у нас тест закончится и посмотрим температурку. Температура процессора до установки модуля Пелье в режиме ожидания 36 градусов была при том же самом кулере. Ну, как видим, температура процессора равна 10 градусов уже. Было 14 градусов и начало резко опускаться после того, как мы закрыли приложение. Также она до 1 до 2 градусов опустится. Ну, то есть все тоже самое остается. Так, что хочу сказать единственное, что кулер установлен не заводской, потому что у заводского в центре округлость модуля имеет форму квадрата. Вот модуль. То есть надо охлаждать у модуля хотя бы 90% площади, чтобы получить отдачу хорошую. То есть так как у нас забирается тепло не со всего модуля, края элемента будут перегреваться, но могут привести к выходу из строя данного элемента. Кулеры должны быть либо вот такого плана, вот квадратик, но он тоже, соответственно, не такой уж и большой. В принципе, он почти весь помещается. Но тот, который мы установлен, там буквально не хватает по миллиметру, наверное, с каждой стороны. Поэтому вот на этом компьютере у меня результат выше ожидаемого, чем на прошлом компьютере. На том компьютере установлен заводской кулер с круглым сечением и температурой в рабочем режиме там 22 градуса всего. В нагрузке, как вы вчера видели на предыдущем ролике, на 1 ГГц разогнанный процессор после тестирования в программах выдает 36 градусов порядка. Больше температуры это имеет. Там питание идет 5 вольт. В данном случае, вот, постоял немножко. Уже 2. В принципе, 2-1 не прыгает. Так, на чем я остановился. Там у нас системка предназначена полностью для софта, для офиса, для игр. И поэтому, в принципе, разгоняя компьютер, в принципе, можно получить прирост производительности. Но, опять же, можно вывести из строя по USB. То есть, сжечь USB разъемы. Все это чревато. В принципе, я не разгоняю. Я сторонник того, чтобы унизить температуру. Получается вот так вот. И все просто. На том компьютере кулер имеет круглый, ну, то, что я первым показывал, боксовый. И там у нас, поэтому не так получилось разогнать его, как хотелось бы. Ну, в принципе, меня все устраивает. Память там больше просто не выжимает. Память купленная бушная, дешевая. Просто смысл не вижу за это деньги платить. Вот, видно, 1 градус. Так, что ответственности за это я не несу. У меня все работает. Руки у меня откуда надо растут. И все. Спасибо за внимание. Надеюсь, у вас тоже получится. Удачи! 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 Удачи!